Знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажу, что там. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире Радио Болтком. И на прямой линии, на прямой связи с нашей студией сегодня очень интересный гость – российский режиссёр и актёр Олег Фомин. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Видно, слышно нас? Вас приветствует, как меня. Эфир мы проводим в рамках нашего проекта «Культурная линия». Совместно с нашими коллегами-журналистами медиаклуба «Формат А3» проведу эфир я, журналист Ольга Авдевич. Со мной в студии моя коллега Наталья Захариат. Здравствуйте. Да, фирмы анонсировали заранее. И этот анонс получил огромный отклик. Журналисты прислали свои вопросы. Вопросы мы принимаем также по скайпу. Номер по WhatsApp и SMS 2306191. И Олег Фомин очень не чужой латвийскому зрителю человек. Широкому кругу телезрителей, миллионной аудитории Олег Фомин известен как актёр и как режиссёр таких фильмов, как «День выборов» всенародно любимый, сериал «Некст», «КГБ в смокинге», «Смерш» и так далее. Но в Латвии его помнят, конечно, как звезду легендарного рижского тюза. Буквально в ближайший какой-то период времени скоро состоятся две интересные премьеры. Фильм «Хозяин» режиссёра Юрия Быкова, в котором Олег Фомин играет главную роль. И фильм «Баренцево море», который он снимает как режиссёр. Об этом мы будем говорить. Первый вопрос. Олег, знаете ли вы, что многие зрители, которые помнят вас по рижскому тюзу, до сих пор уверены, что вы рижанин? Вот так говорят, рижанин Олег Фомин. Как вы думаете, почему? Не знаю, но может быть, потому что у многих разносов детств. Так, вы знаете, у нас уплывает звук, вы направлены в микрофон. Говорите. Ещё бы знать, где он здесь находится. Вот так, да. Вот. У меня снимался Максин Дросс. Я ходил на его копте. Меня не слышно, да? Вот сейчас слышно. А я не могу понять, куда мне путь. Главное говорить направленно и не мотать головой, чтобы звук шёл конкретно на микрофон. Это не про меня история просто. Ну ладно. О, вот так очень хорошо. Вот так ничего. Ну вот. И Максин Дросс не рассказывал, что он вырос на спектаклях. Судист, когда уводил папу в театр. Так, меня не слышно опять. Вот так слышно. Вот когда вот такой направленный звук, тогда всё идёт. Только чуть-чуть в сторону, он уплывает. Вот я не понимаю, куда мне сейчас говорить. Вот сейчас, вот так. Вот как в рупор. Ну давайте наладим свет, чтобы мы потом не мучились. В течение часа у нас будет времени. Может, мы через минуту расстанемся. Так, куда мне говорить точно. Вот так. Вот. Вот, конкретно так. Получается, что чуть-чуть выше этот микрофон где-то. Вот так нормально? Да. Так. То есть вот так вы меня слышите без искажений, без ничего, да? Да, отлично. Прекрасно. Ну я про это и говорю, что это просто детство многих. Потому что это такая обычная фраза, которую я слышал на спектаклях, на премьерах, после спектаклях. Наше детство прошло либо под ваши спектакли, либо под ваши фильмы. Поэтому, ну в общем, вот так. Олег, в Риге у вас была своя театральная студия, которая была при клубе-кафе «Аллегра». И там, насколько я понимаю, были тогда и ваши ровесники занимались и были вашими учениками. А может, кто-то был и постарше. Вот можно ли сказать, что это желание стать режиссером сформировалось именно тогда, в Риге, в этой театральной студии? Ну это не желание стать режиссером, это жизнь заставила стать режиссером. Потому что чувство ответственности, нельзя было бросать ребят. И я никогда не собирался быть режиссером. Я всегда боялся. И мне казалось, это безумно тяжело. И я никогда этого не потяну. Одно дело ставить движение, танцы, драки, фехтование и так далее. Руководить коллективом. Но так получилось, что пришлось вас главить. И вот так оно другим. Ну то есть получается, что как режиссер, в общем-то, вы начали свой путь именно у нас в Риге. Очень приятно. А вот такой вопрос. Какой в вашей памяти осталась Рига? Вот чисто, скажем, по-человечески, эмоционально. Потому что сейчас Рига, в которой мы сейчас находимся, она совершенно другая. Ваши ощущения? Ну, другая. А в чем другая? Ну как? Абсолютно другой формат. Это европейский город. Это другие люди. Другой формат какой-то отношений. Чисто эмоциональных, человеческих. Исчезли маленькие кафе. Как раз вот это такая свойственная была. При Балтике тогда советская еще часть, когда приезжали сюда. А сейчас уже все более стало такое и сетевое, и действительно очень много что изменилось. А разве? Да. Мне показалось, что остались какие-то кофеи маленькие такие, наоборот, уютные. Нет? Нет, конечно. Это что-то и осталось, конечно. Ну, если бы от этого зависело все, что все перемены, количество и качество кафе, тогда было бы проще, наверное. Мне кажется, самое главное, что с людьми происходит, и насколько у них что с головой меняется, не меняется и так далее. Ну, и те, которые люди назначены на то, чтобы управлять по этому. Но вы в Риге же прожили не так уж и много, да? Рижане нам считают пять лет, да? Семь лет после института до девяностого года. В девяностом я ушел. В девяностом первом закрыли, по-моему. Да. Вот так. Я уже снял свою первую картину. А вот, кстати говоря, какую роль, вот сейчас, оглядываясь туда-назад, какую все-таки роль сыграл в вашей жизни Адольф Яковлевич Шапира, главный режиссер легендарного рижского ТЮЗа? И я знаю, что вы принимали участие в его юбилейной программе, которая была буквально перед пандемией, кажется, перед началом. И были одним единственным артистом из Риги на этой встрече. Хотя Шапира отдал рижскому ТЮЗу 25 лет своей жизни, это основное его детище. А актер из этого театра на этой встрече был один. Это вы. Ну да. Ну, так ведь мы же не думаем о своих будущих юбилеях, когда запрещаем артистам сниматься в кино. Никто же не мешал. Актеров звали, актеры были популярны. И я же помню, сколько приезжало ассистентов. Дядя Витя Плют, покойный, который 26 лет отработал в театре и сыграл в кино 26 ролей. Потому что у него было за это время 26 отпусков. То есть во время сезона это было нереально. А при том, что он был очень востребованным артистом и в кино, и на сцене, естественно. У меня другая ситуация. У меня было свое какое-то боевое положение в театре, поэтому я мог себе позволить написать заявление об уходе и сниматься во время сезона. Но это длилось недолго. И, в общем, как только это началось, в принципе, довольно быстро закончилось все, что связано с театром. Олег, давайте поговорим о вашем проекте «Баренцево море». То есть съемки его уже закончены недавно. И это продолжение известного военного сериала «Черное море». В прошлом году этот проект стал победителем открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии. «Киношок». И вот «Баренцево море» – это продолжение. Расскажите об этом фильме. Ну, было безумно интересно, сложно, поскольку за это лето, помимо «Баренцево море», я снял продолжение «Смерша», еще 12 серий. Да, и там, конечно, было чуть сложнее, чем в «Баренцево море», потому что в «Баренцево море» все-таки 8 серий. Это два месяца в Мурманске и в Касимове. Два интереснейших города с замечательными людьми, с прекрасной массовкой. Это уровень, который растет с каждым годом. Я восхищаюсь с тем, как работают люди, как они дают друг другу советы, как они плачут, как они переживают. Забывая о том, что они озвучены, я все это слышу, все их страдания и переживания. «Баренцево море» сложно было только погодно, территориально, потому что это болото, это топи, потому что это горы, потому что это ветра, потому что это буря, ураганы, это море, формы и прочее. А есть график, и мы должны снимать, мы продолжаем снимать. Слава богу, актеры довольно мужественно себя вели, и никто не хныкал, хотя были там после первого же кадра насквозь люди мокрые. И как они стояли в кадре, я вообще не представляю, потому что это берег моря, шторм, ветер, но нам надо снимать. Греться не в чем, потому что машины исторические, они не топятся. И вот это было такое взаимное мужество, получение удовольствия. Посмотрим на результат, что получится. Но картина сложная. Не могу сказать, что сложно продолжать, что-то снимать. Я уже это делал, «Лиговые 2» у меня было, продолжение большого сериала. Здесь бы побольше серий, потому что прекрасные актеры. Чуть-чуть в двух словах сюжет и артисты, которые заняты. Ну, сюжет, как я вам расскажу, сюжет мы все знаем, войну мы выиграли. Поэтому это те же очередные перипетии, которые случаются с нашими героями, просто уже в городе Мурманске, и они спасают Мурманск, спасают Мурманск. Это очень важный стратегический объект. Куча будет новых интересных персонажей, ну не куча, а их будет несколько. Я не буду раскрывать все тайны, там будет очень неожиданный враг у главного героя. Вот у Паши Трубинера не меньший красавец, чем Паша, и не меньший любимчик всенародный. Ну, там будет за чем понаблюдать. Мы уже, в принципе, догадываемся, кто это. Ну да, ну что открывать тайны, да, конечно, это Игорь Петренко. И вместе со своей супругой, с Кристиной Бродской, они играют в таких, Бонни и Клай, парочку негодяев. Появится Маша Машкова, которая тоже замечательно, с удовольствием приехала из Штатов и самоотверженно снималась, и радостно со слезами, правда, радостью уезжал. Вот мы разговаривали по скайпу с ней недавно. Это дочь актера Владимира Машкова? Да, да, и Лены Шевченко. Вот вопрос от газеты «Латвийские вести» о фильме «Баренцево море». Суть сюжета – это арктические караваны и ленд-лиз. Хорошее слово «союзники» в 21 веке заменило безликое слово «партнеры». Но сейчас уже партнеры воспринимаются в каком-то контексте даже как враги. Ваш фильм по теме получается злободневным. Ну вот по вашему режиссерскому замыслу какой он будет? Я стараюсь все делать про людей, понимаете, потому что когда артистки спрашивают у меня какие-то вещи, которые я не могу объяснить, то мне всегда помогает моя бабушка, которая в 27 лет была партизанкой и попала в гестапо, потому что ее предали. Я выдержала пытки неоднодневные. И потом два концлагеря – это Дахава, Свенцем и еще там какая-то была зона. Я никогда не мог понять, как, что это была за вера, что это была за сила духа. Ей было 27 лет, ее били каждый день. Били палками просто, дубинами. И человек никого не выдал. Человек терпел боль, что позволяло выжить, что позволяло девушке, девочке практически все это перенести. Это моя бабушка. Я поэтому говорил, девчонки, думайте, какая была вера, во что они верили. Да, они готовы были, наверное, верить за страну. Дай бог нам сегодня хотя бы в десятой части такой веры в свое отечество и такого патриотизма, который был тогда. Это независимо от того, живем в России, в Латвии. Мы должны любить землю, на которой мы находимся. А вот в связи с этим, скажем, в последнее время эти арктические караваны и, в принципе, ленд-лиз порой пытаются представить чуть ли не как основной решающий фактор победы в войне. Вы сказали о силе духа, об истории вашей бабушки. И вот даже 9 мая некий американский профессор международных отношений, такой Альберт Лоренс Уикс, после того, как 9 мая был парад на площади победы, он сделал заявление, что поставки США Англии спасли советский народ и предотвратили его поражение. И что сейчас вообще россияне должны полностью рассчитываться за ленд-лиз. Вот вы сейчас погружены в эту тему. Вот ваше мнение. Я не могу сказать, что мы бы проиграли, если бы они нам не поставляли, но то, что это была значимая помощь, конечно, да. Давайте не забывать, что они нас все боятся. Поэтому это такое хорохоривание сегодня, вот это все. Вы нам должны... Посмотрите на нашу территорию огромную. Она, конечно, пугает. И что будет, если вот этот огромный русский медведь, он будет голодный, да. И все боятся, что он кинется. Там одного ногтя достаточно, чтобы там снести какую-то Польшу или Францию. Правильно? По размерам, я имею в виду. Поэтому у них задача максимально-максимально поучаствовать и быть на стороне Большого. Мишки, а не против него. Ну, это все иллюзии. Ну, куда? Ну, мы все равно бы победили. Ну, было бы больше людей. И когда он открылся, когда уже было понятно, что мы не сойдем с этого пути. Уже было понятно, что мы на границе, что мы сейчас победим. Поэтому надо было быстренько оказываться в команде победителей, а не в команде наблюдателей. Вот и все. Я не политик. Я занимаюсь творчеством, но это какие-то очевидные вещи. А вот в продолжение... У меня дедушки, у моей бабушки так получилось, что маму взяли на воспитание во время войны. И у меня три бабушки и три дедушки. И я пытаюсь в детстве, я был очень дотошный ребенок, выяснять детали про войну, про пытки, про танцлагеря, про гестапо. Потому что мало кто был в гестапо. Я вот не видел людей, которые бы мне сегодня рассказали, а что такое гестапо изнутри. Это была моя бабушка, которая была, которая вот не хотела ничего рассказывать. Ну, понимаете, поэтому... Никто из них ни про какой ленд-лист не рассказывает. Если бы это было какое-то... Вот оно, спасение пришло, и вдруг мы поняли, что мы победили благодаря этим посылкам, благодаря этому транспорту, который там с маркетом и прочей техники и всему. Но этого не было. Это была помощь, и она была существенной. И говорить о том, что она была не существенной, нельзя. Может быть, мы бы еще год воевали без них. Может, два, не знаю. Но мы все равно победили. Мы сражались за Родину. Мы не воевали, потому что нам приказали. И если вы почитаете письма немцев, времен Отечественной войны, да, это то, чего они не понимали. Ну, как так? Ну, проиграл, ну, встань, положай оружие, и пошли дальше. И мы разберемся. Кто пленный, кто... Этого же не было. Люди грызли зубами, когда кончались патроны. И они этого не встречали нигде. И, естественно, понимали, что это что-то другое, свойственное только русским людям, к сожалению. Ну, а может, и к радости. Ну, вообще, вот тема освоения Арктики и вот Северного морского пути, то, о чем вы снимаете свой фильм, вообще в последнее время как-то очень часто обсуждается, становится такой актуальной. И летом даже Путин с Байденом специально тему Арктики обсуждали. Получается, что ваш фильм выходит на волне интереса вот к этому вопросу. Да дай бог, дай бог. Вообще всегда любому художнику интересно, чтобы его картины, все, что он рисует, пишет, снимает, дошло до зрителей. Мне неинтересно сидеть дома, смотреть на себя в зеркало и говорить, какое красивое. Что-то делать и радовать зрителей, или там, наоборот, слушать какие-то, может быть, нелицеприятные вещи. Ну, раз ты же готов к тому, что ты вылезаешь на обсуждение и просмотр, ну как, будь готов, потому что тебя не только в уголовке гладите. Насколько это будет актуально, не знаю. Я не политик, опять же, я знаю про людей, снимаю про ситуации, про их взаимоотношения. Опять же, я всегда актерам говорю, мы знаем, что войну мы выиграли. Давайте мы расскажем про тех людей, которые это сделали. Если мы их сделаем интересными, может быть, не до конца непостижимыми, как вот моя бабушка одна, я их все равно не пойму никогда. Буду пытаться это делать всю жизнь, но не знаю. И, собственно говоря, про это я снимаю. Меньше всего меня интересует политика, поверьте. Олег, вопрос от Международного фестиваля дипломных спектаклей театральных вузов Станиславский ЛВ. Как вы думаете, почему в среде современных молодых артистов, в России, кстати, так модно сейчас все-таки придерживаться противоположных взглядов, о которых мы говорим, что в Великую Отечественную войну выиграли, потому что сражались за Родину, как вы говорите. А сейчас все больше как-то, вот именно в среде, кстати, театральных вузов у молодых людей, больше они склоняются к мнению вот именно такому, скажем, прозападному, связанному с тем, что День Победы – это уже изживший себя праздник, что все были жертвами в этой войне, что всеми двигала именно власть во время войны. То есть вот такие перевертыши, основанные на плохом знании истории, они как-то руководят умами молодых людей. Вот как вы это объясняете для себя? Ну такой нормальный, средний, бездарный уровень существования в жизни. Это не от большого ума все происходит, от того, что люди, если они уже пришли в профессию, им бы удивлять и чем-то в том деле, которым они пытаются научиться. Поставить какой-то отрывок, сыграть какой-то спектакль, найти себя в этой профессии, а не в политике, не заниматься вымыслами, домыслами. Это ограниченность. Я к Наташе обращаюсь на «ты», потому что мы знакомы сто лет. Ты понимаешь, что это серьезно обсуждать. Я даже не хочу на это тратить время. Вокруг нас всегда было полно всевозможных привлых и уродов, скажем так. Назовем это в прямом смысле. Человек не знает, как самоутвердиться, не знает, как сделать себя, у него нет цели в жизни. Тогда он начинает заниматься вот этой фигней. А давайте-ка найдем что-нибудь, что-то перелопатим, и вдруг мы станем интересными. Не станете, ребятки. Сделайте что-нибудь. А прежде всего сделайте себя. Говорить глупости, то есть, ну, что я буду это обсуждать серьезно. Вопрос на WhatsApp пришел. А вы задумывались ли когда-нибудь, как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы не приняли решение переехать из Риги в Москву? Я фаталист, поэтому как бы она ни сложилась, я думаю, что это была бы моя жизнь прежде всего. И она была бы самодостаточной в любом случае. Потому что еще в Риге мне кто-то, я уже сейчас не помню, к сожалению, кто подарил камеру Красногорску, что тоже, наверное, во многом предопределило какие-то будущие события, потому что я купил и монтажный, склеивающий такой резат для нее специально, хотя пленочка всего там 8 миллиметров или даже 4,5 миллиметра. Кинопроектор у меня был, я снимал титры, пытался это склеивать, оно все рвалось, поэтому я начал снимать свои фильмы еще в Риге. Сразу монтажно, чтобы потом не заниматься такими склейками и чтобы не рвалось изображение. Это тоже все послужило под тому, что сегодня я на площадке работаю, практически не снимаю лишних кадров. А, кстати, в продолжение темы театральных вузов и того, что в Риге начиналась в том числе ваша такая преподавательская деятельность, я продолжу в эфире общаться на вы все-таки. Олег, а сейчас преподаете? У вас, знаем, что у вас был театральный курс в Москве. У меня был курс, да, но я, это буквально было два года, поскольку это был курс Вити Проскурина и Веры Глаголевой, и объединили вместе, поскольку и у Вити было несчастье, в общем, болезнь, и у Верочки началось, к сожалению. И за два года мы собрали замечательную команду, мы сделали безумное количество каких-то спектаклей, неординарных, непохожих, спасибо, благодаря и педагогам, которые были. Там уже работали до меня. Ну, это огромная ответственность. Я вряд ли перенесу еще раз количество глаз, смотрящих на тебя в конце и ждущих. А я ничего не могу сказать, кроме того, что, ребята, живите, вот она жизнь, и как у кого получится, я не знаю. Это тяжело, конечно. Это тяжело, это требует многого времени, и надо ничем больше не заниматься, на самом деле. Ну, два года были, курс есть, одни до сих пор играют в спектакли, в театрах профессиональных. В общем, ребята хорошо на высоком уровне закончили и пытаются продолжать те, кому это суждено делать. Журналист Елена Смехова. Олег, вы играете сами во всех фильмах, которые снимаете как режиссер. Почему? И каким должен быть актер, чтобы вы пригласили его сниматься в свою картину? Провокация. Актер должен любить, прежде всего, свою профессию, и не себя в профессии, а профессию в себе. Хотя это старые банальные слова. Настоящим человеком, наверное, прежде всего. Почему я себя снимаю? Ну, потому что другие меня не снимают. Не боятся. Боятся приглашать. Не знаю, почему. Если я вижу роль, которую я могу сделать и не тратить на этого артиста, я имею в виду, на Фомина много времени, как режиссер, и это время я сэкономлю для того, чтобы работать с другими актерами. И Фомин в данном случае мне помогает очень сильно. То есть у меня на одну заботу меньше на площадке. Скажем, кто ваши любимые актеры? С кем работать в удовольствие? И по-человечески кого вы любите? Ой, вы знаете, такого не бывает. Это всегда открытие, неожиданность. И я наоборот стараюсь... Если раньше в основном одна и та же команда актеров у меня снималась, то сейчас я опять же говорю, как фаталист я иду по дорожке, и кто со мной, те со мной. Конечно, у меня есть друзья, но это не значит, что я их обязан снимать во всех своих картинках. Поэтому если происходит открытие, я всегда к нему готов, я всегда рад, что у меня такой актер. Я не хочу никого обидеть, их просто масса, их очень много. Буквально вчера был юбилей гильдии киноактеров России, где мне вручили диплом. Могу показать? Да, а мы вас поздравляем. От имени латвийских радиослушателей поздравляем. Диплом с какой формулировкой? С какой формулировкой? Так, Олег вышел у нас от микрофона и из камеры. Я просто давно нигде не появлялся, поэтому они собрали тут все, но это вот свежий. Диплом награждается Фомин Олег Борисович за яркое и талантливое воплощение в творчестве двух профессий – актер и режиссер. Здорово. Президент гильдии актеров кино России Сергей Петрович Никоненко, вице-президент гильдии народная артистка Людия Черсина, директор гильдии Валерия Гущина. Вот такая вот красота. Ну, наши поздравления. Я не знаю, видно там что-нибудь. Видно? Видно. Прекрасно. Зеркально. Красиво. Ребенку понравилось. И заодно они мне тут благодарны с министра культуры, но это еще Медынский. Поскольку я не хожу ни за какими подарками, награждениями никогда. Я все время на работе. И вот они решили за то, что я появился, сразу мне все. Да, министр культуры Российской Федерации, Олег Борисович, актер и член Всероссийской общественной организации Союз кинематографистов за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу. Вот. Ну, то есть тогда комплексное... Это документы, это уже с приказом здесь. Вы не представляете, что просто благодарности не бывает. Тут, оказывается, еще приказ. И, в общем, все как в детстве. Грамоты вот эти. Очень так это приятно. Нам приятно вас поздравить. Спасибо. Вопрос от газеты «Суббота». Ваш день выборов можно пересматривать бесконечно. Не планируете ли вы снять еще комедию и посотрудничать с «Квартетом И»? Нет, с «Квартетом И» я точно сотрудничать не планирую. По поводу комедии, да, возможно. Сейчас у нас идут переговоры с Вадимом Галыгиным. У него неплохая история, очень неплохая. Мы уже второй раз пытаемся что-то сделать вместе. И, помимо Вадима, еще есть продюсеры, которые предлагают на современные какие-то темы снимать комедии. Сегодня сложно, потому что у продюсеров есть свое какое-то затертое мнение, и оно одинаковое, как снимать комедию. Вместо того, чтобы прислушаться к мастеру, который уже сделал бомбу в свое время, и послушать меня, я бы рассказал, как. Но каждый раз это кажется на то, что людям кажется, что они знают все. И не понимают, когда ты им говоришь, «Ребят, ну, прислушайте, я знаю, как лучше. Вот давайте я вам скажу, как оно так и будет». Когда один раз послушали, получился день выборов. А дальше уже было тяжелее. А вы видели последний фильм «Квартета И» про Бореньку, ваше мнение? Я не слежу за творчеством этих ребят, потому что для меня они не кинематографисты. Я занимаюсь кино, занимаюсь кино серьезно. А сегодня существует, помимо кино, существуют еще так называемые проекты. Так вот все, что делает «Квартет И» — это проект. Понимаете? Да. И поэтому мне серьезно на эту тему говорить даже не, ну, в общем, как-то глупо. Для меня это не кино. Олег, а как вы сами объясняете вот такую долгую тележизнь сериала «Некст» и как вам работалось с Александром Абдуловым? Какие воспоминания? Чем выше артист, тем легче с ним работать. Это уже проверено годами. И половина тех звезд, на кого я молился в школе, которые были для меня кумирами, стали моими друзьями впоследствии. Чего тут греха таить? Половина кино моих товарищей и друзей — это люди старшего поколения. Я горжусь этим. И даже Нина Русланова, ушедшая недавно. Мы были друзьями, товарищами после картины «Скорпятники на дорогах». Где очень смешно режиссер забыл, что он назначает Нину на роль «Моя любовница». Была Удовиченко, потом поставили Нину Русланову и так далее. И когда дошли уже до любовной сцены, он просто убежал с площадки. Там была красивая сцена, как Нина вышла из этого положения. В итоге нас переписали, мы остались друзьями. А так мы снимались, снимались, дружили и прочее, прочее. Вот поэтому... Вообще, в принципе, для меня очень важным являются те люди, с которыми мне посчастливилось общаться. И тот же Сергей Юрский, и Олег Иванович Борисов, и Лев Иванович Борисов, и Леня Филатов, и Гурченко... Ой, не Гурченко, а Гундарева. И Витя Проскурин. Олег, вы учились в Щепкинском театральном училище на курсе Юрия Мефодича Соломина. Благодарю, да. А кого все-таки, прежде всего, считаете своим главным учителем в профессии Соломина или Шапира? Вы знаете, каждый на своем этапе хорош. Когда я только учился... В смысле, я учусь до сих пор, я считаю, что я еще... Ну, это такая профессия, к счастью, в которой я не вижу предела. Естественно, на первом периоде это был Юрий Михайлович Соломин, на которого просто надо было иногда просто понаблюдать на человека, там, в половину двенадцатого ночи. Понимая головой, что за день у него был, и после царя Федора Иоанновича, которого он играл, там, почти трехчасовой спектакль, он приходил, приползал в училище, снимал пальто, смотрел на сцену, где мы, там, пытались что-то изображать, творить, и потом в пять секунд он включался, выбегал, что-то делал, это был темперамент. И я стоял, и я не понимал, как. То есть я понимал, что учиться надо тому, как существовать в этой профессии, как быть честным до конца. Ну, мы студенты. Он мог сказать, ребятки, милые, я устал, у меня такой тяжелый день, я руковожу огромным театром, и сыграл царя Федориан, сейчас тут еще вы со своей бездарной игрой. Нет, вот этот тень, который вдруг превращался в ураган, вот это было для меня, конечно, да. Дальше был Адольф Яковлевич Шапира, естественно, это школа, естественно, это наши постоянные с ним стычки, и до какой-то невероятной теплой дружбы к концу. И Анатолий Васильев, естественно, который меня поломал во многом, и какими-то простыми словами объяснил мне очень важные вещи, с которыми я иду по жизни. А, ну, естественно, Николай Александрович Анинков, руководитель курса. Да, курс был тогда, руководил Анинков, а Соломин был педагогом. Педагогом мои, у нас было две группы, группа Афонина и Соломина. Я учился у Соломина, и там в Аполях мой друг, да, он учился у Афонина. Олег, вот вопрос от газеты «Сегодня». Можно сказать, что ваши роли, ваши фильмы имеют в своей основе общую идею осмысления характера русского человека, ну, в том числе в контексте истории. На ваш взгляд, вот чем отличается русский характер? Я даже не знаю. От чего русский характер? От чего? Наверное, от того, что мы крепко на земле стоим ногами, от того, что мы, наверное, менее всех зависимы от каких-то социальных, политических и прочих благ. То есть, если выбирать среди всех национальностей, с кем лучше всего попадать на необитаемый остров. И задайте этот вопрос любому вашему гостю, если у вас будут иностранцы там и так далее. Но я думаю, любой выберет русскую. Потому что из ничего сделает огонь, из ничего сделает ифу, и защитит от любого зверя, который неожиданно выскочит из пустого. И еще будет нескучно с ним. И будет нескучно, опять же, да. А потом еще напишет про это все роман, и вы его все вместе заработаете на этом день. И снимет кино. Или снимет кино, да. А вот журналист Наталья Лебедева. Скажите, какую роль предвидения, предощущения играет в вашей жизни? Вот, наверное, вы не просто так сняли мытаря, к примеру, да, сыграли там главного героя. И в других ваших картинах хватает вселенских вопросов. Ваше личное ощущение сегодняшнего дня, как поменяет нас, как поменяет зрителя вот пандемия? Так уже меняется все, понимаете. Мы уже смирились с тем, что нас засунули в концлагерь при абсолютно как бы мирной жизни. Нарушены все статьи Конституции, которые можно нарушить. Человека за то, что он не одел маску, могут положить на пол. Но как бы это так страшноватенько, то, что происходит. У меня гример вышел из электрички и зашел на вокзал, извините, в туалет. Его штрафовали на 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей – это нормальные деньги. Неделю можно прожить даже в Москве. Почему, на каком основании? Я не уверен, что это все законно. Я не верю в это. Мы не прислушиваемся ни к врачам, ни к чему. Мне кажется, это нарушение прав человека. То, что происходит. Ну, это показывает, в общем-то, общественное настроение, протестное движение вообще по всему миру в разных странах. А с точки зрения, вот скажем, картинки для кино, экранной… Ну, да, были про вопрос, который задала ватсаповый зритель по поводу мыпери и так далее. Да, 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 да. Давайте вернемся к кино. Я не хочу… Да. Мы писали с Ваней. Ваня писал, я там дописывал. Это Иван Ихлобыстин. Да, конечно. У нас была такая договоренность, что либо я снимаю, он снимается, либо он снимает, я снимаюсь. Но в связи с тем, что Иван уехал, ему дали приход куда-то там, но он уже занимался активной религией, мне пришлось и снимать, и сниматься, и, в общем, делать фильм про себя, естественно, про себя. Я немножечко там… Какими-то вещами владею в этой сфере, но там все понятно, там все видно в кино. Она, конечно, авторская. У любого режиссера есть авторские фильмы, и, в принципе, все фильмы – это дневник твоей жизни. То, как ты относишься. Одну и ту же картина, тот же самый написан, можно было снять как бандитскую историю, как она, собственно, там была написана. Ну, если так брать условно, вор в законе, в индюки появляется парень, и вот начинается вся эта бандитская. Каждый снял бы по-своему. Поэтому я снимаю про себя, естественно, каждая картина про себя. Как я отношусь к убийству, как я отношусь к предательству, как я отношусь к дружбе, к любви – это во всех картинах есть. Это мои темы, из которых человек делает себя, как мне кажется, в этой жизни. И становится либо он интересен зрителю, либо не будет. Олег, а есть какая-то еще глобальная тема, которая вам интересна, и которую вы подумываете о ней, как именно режиссер кино? Да, я написал сейчас сценарий по роману Натальи Вико. Он назывался раньше «Тело черное, белое, красное». Сейчас он называется «Жажда мести». Его переиздали в Америке, на английском вышел роман. И сейчас переиздали ее романы в агентстве АСТ. АСТ. АСТ, да. Что это за история? «Жажда мести» уже понятно, да? Называется сценарий «Графиня Монте-Кристо». Но, может быть, это слишком в лоб, я еще пока думаю. Написано много материала, там и полный метр можно сделать, и сериал. Женщина, естественно, в углу его была. Это 16-й и 26-й год, историческая картина. Там присутствуют и Шаляпин, и Керенский, и Распутин. Но это все не главные герои. Это время, знаки времени. В основном это история мести, это реальная история графини. Она была такая история. Я больше всего расскажу. Убили мужа, ее изнасиловали, и в результате через 10 лет она нашла всех, кто это сделал. Действительно, графиня Монте-Кристо, да? Да, типа того. А вы снимали один из фильмов для альманаха «Москва. Я люблю тебя». Это было 10 лет назад, такой проект. Что для вас Москва, и как она изменилась за эти последние 10 лет? Я сейчас огромное интервью на эту тему дал. для интернер-газетов. Не знаю, я сейчас... Знаете, я живу здесь и сейчас. Вот тогда все было органично. Сейчас тоже все органично. Я не люблю вот это. Говорит, ой, вот мы тогда были лучше. Да, может быть, мы были лучше, а что потом будут говорить сегодняшние молодые, которые вырастут, наверное, будут так же хайд, то, что будет проходить перед ними. Поэтому я люблю удивляться, я люблю радоваться. Я же выключил звук. Извините. Странно. Москва стала красивость, Москва. Там вот мы были сейчас с ребенком в детском мире. Это просто какой-то сказочный город. Все сияет, все сверкает, гигантская елка, гигантские эти часы. Сейчас все портят эти маски. Ничего я не могу поделать с этими масками, с этим упорством, тупорылом, как мы выполняем приказы, которых даже никто нам не отдавал, но мы везде стоим. Нельзя одень, типа дайте-ка нам кого-нибудь заломать. Вот это, конечно, да. Да, уже зрители обсуждают, что если так пойдет дальше, то в ближайшее время, то есть картинка в кино, то есть люди будут в масках. То есть если мы снимаем маску, если про современный мир, если снимать массовку, то массовка должна будет быть в масках на улице. Конечно, ну конечно. То есть это такой новый вызов. Ну либо да, либо начнется какая-то эпоха шварцев современных, которые начнут что-то писать и как-то бороться с тем, что происходит, но уже... Ну стоит ли просто на это тратить время, поскольку ты понимаешь, что такой ледокол прет, лезть под него бессмысленно. Ты можешь... Я, например, никогда не учился на политиках, да, я не собирался управлять этой страной. Я занимаюсь творчеством абсолютно либо театра, либо кино, либо еще что-то, поэтому я могу сделать только свое маленькое государство внутри своего дома. Либо на площадке, где если дома нас трое, или чек, на площадке нас 60 человек, и я главный. Тогда да, вот здесь могут быть мои законы, и здесь меня уже будет некого обвинить в том, что что-то не так, и нарушены там чьи-то права, кого-то не уважают, кого-то не любят и так далее. У меня всегда кинула эта семья, всегда я ко всем отношусь с уважением, со всеми стараюсь быть на дружеской ноге, скажем так. Я никогда не... Меня сложно узнать в толпе, кто режиссер, потому что... Не, ну хотя, если площадка, понятно, мама пришла на съемку, говорит, ну вот я думаю, ты будешь сидеть, смотреть в монитор, куда-то... Я тебя не вижу, говорит, ты что носишь целый день? Я, говорит, сижу одна, смотрю на монитор, а тебя нет. Конечно, этим всем надо руководить, этим всем все это надо заполнять собственной энергией. Это, конечно, замечательный процесс, и вот за него я отвечаю. Здесь я могу себя и критиковать, и говорить, что у меня что-то не получилось, и люди довольны, и это видно все. Да, это ненадолго, может быть, на полгода, но это время нашей жизни, так называлась моя вторая картина. Вот. Ценить. А тем временем, наше время, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо огромное вам за беседу. Мы поздравляем вас с наградой гильдии киноактеров, которые вот как раз вчера вы получили, и будем ждать ваших новых проектов. Это, значит, фильм «Хозяин» режиссера Юрия Быкова, где вы играете главную роль, сериал «Баренцево море», «Новый СМИРШ», и, конечно, заинтриговали вы нас идеей новых комедий. И мы вам желаем повторить успех дня выборов. И вот это зрители будут очень ждать. Эфир проходил в рамках проекта «Культурная линия», ввели его Ольга Авдевич, Наталья Захарят. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Мы знаем, вы знаете.